Купеческий дом, в который попал снаряд, находится буквально в нескольких сот метрах от нашего места дислокации, в нашем бункере, где мы находимся. Снаряд попал на вылет, дом загорелся, девочку убило прямым попаданием. Есть кадры, шокирующие кадры этого момента, но, к сожалению, в городе нет ни электричества, ни интернета. Даже последняя точка, которая у нас была, доступа, и та уже не работает. Город находится в полнейшей блокаде, продолжается бомбардировка. Каждый час поступает информация о раненых и о погибших. Помимо девочки, вот только что я узнал о пожилом мужчине, которого тоже убило снарядом, когда он возвращался домой. 70 лет было пенсионеру, и он шел домой, и попал в него снаряд. Что касается дальнейшей обстановки, мэр Вячеслав Пономарев говорит о том, что скорой помощи просто уже не хватает ни машин, ни людей, потому что постоянно со всех концов города поступает информация о десятках раненых. Я предлагаю послушать, что сказали свидетели на месте событий, на месте падения одного из снаряда. Начался обстрел. Люди начали собираться, прятаться. Снаряд попал в дом напротив центрального рынка, прямо в лавочку. Разгромила подъезд. Женщина возле лавочки сидела, ей голову оторвало. Мужчине одному ноги оторвало, и второе с ранением тоже их увезли. Возле подъезда. Потом я шла, с рынка пошла домой, на Артема пешком подниматься. Ой, опять взрыв, меня кинуло под дерево, на повороте как к АИЗу идти. И попали, разбомбили там напротив АИЗа, там мебельный цех. Там сейчас все горит. Не только мебельный цех, горят все прилегающие заводы, горят фабрики. Говорят, что разрушена церковь в центре города. Мы, правда, этого проверить пока не можем, потому что мы находимся в бункере. Идет жесточайший обстрел города. Частично разрушено здание горы с полкома, разрушены близ прилегающие дома. В общем, обстановка с каждым часом накаляется. И пока это все данные на эту минуту, Андрей. Ну и сейчас обстрел продолжается. Да, безусловно. Я вот только вышел на улицу, чтобы с вами выйти на прямую связь из подвала. А бомбежка не прекращается ни на минуту.